Мировые медиа и их будущее вот что волнует всемирный газетный конгресс в Таиланде. Говорили о свободе слова, новых технологиях и о меняющейся политической карте мира. Где горячее, а где холоднее. Из Бангкока Лариса Задорожная. Это тут редкий случай, когда ньюзмейкеры, сами репортеры, журналисты берут интервью у журналистов. Полторы тысячи редакторов и издателей съехались в Бангкок. Говорят о будущем заботятся политики, о прошлом историки, о настоящем журналисты. Правда, в настоящем все больше темных красок. Война, теракты, коррупция – это топ-темы мировых медиа. Зашкаливающую температуру в информационном мире лучше всего отражает сегодняшнее награждение. Золотое перо получают репортеры из Мьянмы, где 25 лет правила военная диктатура. В условиях полного запрета говорить правду им все же удавалось ее говорить. Издатель Чанг Тат Анг был арестован, его подчиненные получили смертные и тюремные приговоры. В этом году впервые за полвека в Мьянме разрешили частные газеты. Я всегда противостоял режиму, защищал мои стандарты журналистики, мою этику, а не то, как их понимает власть. Это юбилейный 65-й конгресс. Каждый год его встречает новая страна. В прошлом принимала Украина. При поддержке Федерации работодателей Украины в Киеве собирались звезды мировой журналистики. Самые горячие дискуссии на нынешнем конгрессе вокруг онлайн информации. Вытесняет ли она газеты и телевидение? У зрителей и читателей сегодня очень мало времени. Поэтому самый главный вопрос, как завлечь, чтобы они уделили время публикации. И тут важна простая вещь. Вы должны подавать новости, которым можно доверять. Участники рисуют картинку будущего. Информация везде, даже в тот момент, когда просто открываешь холодильник. Борис Ложкин, представляющий не только Украину, но и СНГ, рассказывает о ситуации, которую бы еще недавно назвали просто фантастикой. Мы идем в мультиэкранное будущее, когда практически на любом бытовом устройстве будет экран на стенах, на обоях, на холодильниках, на стиральных машинах, на которых можно будет сенсорным управлением зайти в интернет. Для многих стран интернет это едва ли не единственный путь получить объективные новости. Но и для благополучных государств с высоким уровнем демократии, новости из паутины становятся номером один в персональных рейтингах читателей. Скотт Шульц, мэтр американской журналистики, с виду консервативен, смокин, бабочка, но даже он в последнее время предпочитает новости читать онлайн. Если люди верят газетам, они будут их читать. Но в США не так много тех, кто верит газетам. Они слишком зависимы от правительства. Несмотря на семимильные шаги интернета, говорить «до свидания» печати пока еще рано. Особенно издания с именем. Они по-прежнему в моде. Конгресс в Бангкоке продлится еще два дня. Завтра будут обсуждать новости будущего. Какие они? Лариса Здорожная, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер из Бангкока. Продолжение следует...